Должность Синишаля простиралась до того, что, особенно в последнем столетии ее действия, в 12-м столетии, да и позже, после отмены должности Синишаля, Синишальство оставалось, то есть Синишали превратились в административных чиновников. Например, отменив звание Синишаля, как придворную должность, Филипп Август превратил их в чисто судебных чиновников, исполнявших в Южной Франции обязанности, а на Севере возлагались эти обязанности на Балии, то есть вершить суд и возглавлять администрацию, везать военными вопросами и управлять финансами определенного региона для Балии, которые входили в их юрисдикцию и носили название Синишальство. Суд строился на основе обычного права региона. В юрисдикцию Синишаля и Синишальство входили как гражданские, так и уголовные дела. После XVI века Синишальство еще сохраняют военные функции, то есть Синишальство как военные, можно сказать, регионы или округа. Существовала также должность сенериального Синишаля. Должность Синишаля существовала также в богатых сенериальных домах Франции. Синишаль Синиора вначале был управляющим имением, часто крепостным, но со временем он приобрел функции церемонии мейстера, управляющего и распорядителя пирога. Он должен знать величину и нужды каждого поместья, количество акроб земли, которое распахивалось, сколько семян потребуется для засева и так далее. Синишальство, оно больше походило на управление округом, то есть как административная территориальная единица, в основном на юге Франции. Спасибо за внимание. Следующий термин, который мы рассмотрим, термин 309, это будет серв, серв или слуга, отсюда сервис, отсюда услуга. До свидания. Продолжение следует...